Наша вхитна потужни с 1250 ватт, 6 лампочек по 500 ватт. После самозапита будет сделана обновленная конструкция. С вами канал Рафаэль Андреал. В общем, добро пожаловать, друзья, на канал по запрещенной науке. В общем, сегодня продолжим смотреть БТГ-генераторы, и сегодня мы снова возвращаемся к гравитационному БТГ-генератору. В общем, помните тот видос, где я показывал БТГ-генератор, который построил Владимир? В общем, видео вы сейчас увидите. В общем, вышло наконец-то продолжение, и автор обещает полный самозапит. После самозапита будет сделана обновленная конструкция. В общем, весьма интересный БТГ-генератор, ребята, который работает на силе гравитации, опять-таки, и еще много интересных сил, там тоже центробежная и так далее. В общем, посмотрите видео, думаю, вам все станет понятно, и пробуйте что-то сделать, если есть возможность. Я тоже сейчас ставлю свое видео, ребята, как делаю свой гравитационный БТГ-генератор, основанный на силе тяжести. В общем, смотрим. Итак, испытание гравитационного двигателя из говна и палок. Как говорится, продолжаем, друзья. В общем, приспособил вот такой вот маленький моторчик где-то на 1-2 ватта. В общем, фишка какая? Вот здесь, вот если мы тягу будем вот тут вот держать, то есть вот здесь, если генератор вот там внизу стоял бы, вот здесь генератор, вот тут вот, то мы снимали бы гораздо больше энергии. Потребляя 1 ватт или 2 ватта, 3 ватта с этого моторчика, вот здесь мы могли получать, например, 10, 20, 30 ватт. То есть такая теория с этим БТГ-генератором. Давайте включим, посмотрим, как это будет работать. То есть медленно 1 ваттный моторчик, ребята, раскачивает несколько килограммовый груз. То есть тут не 100 грамм. Тут посмотрите, какая болванка крутится. Друзья, большие обороты. В общем, это пипец. Ну да, эта штука, короче, начинает портиться немножко, неправильно работать. Ну, это, ребята, из говна и палок. В общем, работает она не ахти. Все ссылки в описании, как всегда. А теперь смотрим видео. Здравствуйте. Сегодня 20 марта 2019 года. Сегодня день весеннего равноденствия. Продолжительность дня будет увеличиваться с каждым днем. И светлые силы будут побеждать над темными силами. Сегодня также очень важное видео перед самозапитом. И мы рассмотрим сегодня структурную схему нашего устройства, блок-схему, а также принципиальную электрическую схему управления. Но прежде всего я хочу сказать следующее, что в предыдущем видео, часть вторая, не была раскрыта полностью вся информация об работе данного устройства. Это было связано с тем, что мы подали международную заявку на изобретение. Там есть своя процедура. Нужно было выдержать временные рамки. Сейчас время уже прошло. Вот эта заявка. Что она нам дает? Она дает нам первоочередное, приоритетное право на подачу заявки на изобретение в любую из этих стран. Здесь около 200 стран, которые входят в это международное объединение. Если кто-то подаст аналогичную заявку, то у нас будет приоритет. Сейчас возвращаемся к нашему устройству. Тут хочу сказать одно, что более простого и понятного примера, как пример из кувалдой, молотком или с катапультой, я не могу привести. Но давайте попробуем объяснить с другой стороны. У нас есть обычный маховик. Есть у нас вот эта стандартная формула, что наша отцентровая, отцентробежная сила, она зависит от массы, от радиуса и от угловой скорости вращения в квадрате. Так вот, в маховике вроде эта сила, она есть. Но изъять эту силу, использоваться мы не можем. А почему не можем? Потому что маховик, это сбалансированный есть. Что нам все, каждая точка маховика, она вращается с одним радиусом. А чтобы изъять энергию, нам нужно, чтобы постоянно радиус менялся. Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужно центр масс нашего маховика. Ну, в данном случае, это наше массивное инерционное тело. И ось вращения развести. Что мы и делаем с помощью нашего устройства. Мы развели центр масс и ось вращения. И теперь у нас, наше массивное инерционное тело вращается вокруг нашей оси. И оно то отдаляется от центра вращения. Тем самым увеличивает нашу потенциальную энергию, которая и является нашей дармовой энергией, свободной энергией. Потому что, когда наше тело под действием центра бежной силы, оно вращается вокруг нашей оси. И одновременно увеличивает радиус. И оно беззатратно увеличивает нашу, свою потенциальную энергию, которую мы уже потом преобразовываем в полезную энергию. Да, мы развели центр масс нашего тела и ось вращения. Но это еще не все. Это только предпосылки для съема свободной энергии. Нужно задействовать еще другой механизм, чтобы использовать эту энергию. Итак, когда мы развели центр масс нашего тела и ось вращения, наш механизм, наше тело теперь состоит из двух полупериодов. В один полупериод тело увеличивает радиус, а во второй полупериод тело наше уменьшает радиус. И вот если здесь мы почти не затрачиваем энергии, так вот, чтобы с этого положения притянуть на меньший радиус, нам нужно затратить больше энергии. Вот если вы возьмете гирю, привяжете к веревке и вокруг себя будете крутить, и попробуете к себе притянуть. Тяжело, да. И в общем случае, если не учитывать потери, в нас что будет? Дополнительная энергия будет равняться нулю. Поэтому нужно нам задействовать еще один механизм. Какой механизм? Это описано в патенте. Это есть в первой части видео. Это было несколько положительных комментариев во второй части видео. Спасибо большое. Но остальные почему-то начали обсуждать лампочки. Вместо того, чтобы почитать патент. Это так же самое, как Риэль Капанадзе. Придумал устройство, потом прицепил к нему искру, и уже 15 лет все искрят и ищут в искре свободную энергию. Так вот, нам нужно не только развести центр масс нашего массивного инерционного тела и центр вращения, но нужно еще развести во времени источник питания, а именно работу нашего электродвигателя. И развести во времени нагрузку, а именно работу нашего генератора. То есть, когда наше массивное инерционное тело увеличивает свой радиус, и вот здесь работает закон создания энергии, Именно здесь создается энергия. И здесь, в этот полупериод, нам не нужно подключать нагрузку. Вот если вы берете молоток и размахиваетесь в этот промежуток времени, нагрузки у вас нет, а нагрузка уже во время удара. Здесь у вас создается энергия, а во время удара уже идет преобразование энергии. Поэтому в этот полупериод нагрузка у нас не работает. А когда массивное тело на максимальное расстояние отошло от оси вращения, и что мы здесь имеем? Мы здесь имеем массу, скорость и максимальное плечо. Все, что нам нужно. А энергия наша зависит от чего? От массы и от скорости в данном случае. Скорости угловой скорости. Ну и, конечно, от плеча. Чем больше плечо, тем больше энергия нам будет. И в этот момент мы отключаем наш электродвигатель и подключаем наш электрогенератор. И вот этот полупериод уже идет все нашей ранее накопленной потенциальной энергией, преобразованием. И здесь уже действует закон преобразования энергии. Здесь закон создания энергии. Здесь закон преобразования энергии. И как я решил переключать двигатель и генератор? Это с помощью обычных сенсоров, датчиков положения. То есть вот это самая простая схема для понимания. У нас есть электродвигатель, у нас есть наш механический усилитель мощности, у нас есть наш генератор и у нас есть наш балласт. В данном случае это батарея конденсаторов, как транзитный буфер. Что у нас получается? Вот когда тело в этом положении идет создание энергии, значит этот датчик срабатывает и он включает электродвигатель, а генератор отключает. Идет создание энергии, увеличивается потенциальная энергия. Когда в максимальное расстояние переходит наше тело, здесь стоит другой датчик, который уже отключает наше питание, электродвигатель и включает наш генератор. И в этот полупериод идет съем энергии на батарею конденсаторов, которые заражаются в этот полупериод. В следующей все повторяется. Генератор отключается, включается наш электродвигатель и уже с этих накопленных конденсаторов энергия подается на наш электродвигатель. И так очень грубо можно сказать так, что если бы у нас не было вот этого включения и выключения генератора, то вот эту энергию, которую двигатель должен был потратить на приближение массы к оси вращения, эта энергия снимается с генератора. А поскольку здесь энергия намного больше, чем тратится здесь, вот здесь у нас идет прибавка. Но это естественно еще не говоря о скорости вращения. Как я уже наводил пример, если мы в 10 раз увеличиваем угловую скорость, у нас центробежные силы увеличиваются в 100 раз. В результате у нас потенциальная энергия в 100 раз увеличивается. И здесь мы еще также имеем столько раз прибавку. Это самая простая схема для понимания. Теперь схема, которая будет нас стоять при самозапитии. Ну здесь можно разные, разные способы, как сделать самозапит. Вот почему многие говорили, что разве сложно кинуть с генератора на мотор и самозапит будет, так что вы поняли, что так не выйдет. И еще не выйдет самозапит делать с асинхронным двигателем, потому что у нас переключение приблизительно частота полсекунды. И тогда получается наш асинхронный двигатель будет работать только в стартовом режиме. Это перегрузки. Поэтому у нас будет стоять для начала этот двигатель постоянного тока. Ну в идеале это должен быть шаговый двигатель, а вообще в идеале это должен быть двигатель и генератор два в одном. Но это нужно для этого специально разрабатывать такое устройство. Двигатель-генератор. У нас будет вот такая схема. Вот это все, что у нас здесь приведено, это все уже будет стоять в нашем устройстве. Вот это наш генератор трехфазный. С него мы, наши ключи, вот это наши стоят три ключа. Это обтронные семисторы. Потом они подаются, это все на трехфазный диодный мостик. Выпрямляется, у нас уже есть плюс-минус, и подается на наши конденсаторы. Вот это наш контроллер, который управляет. Этот всем, он поочередно включает вот эта силовая часть нашего электродвигателя. Поочередно включает то электродвигатель, то генератор. И вот наша конденсаторная батарея. Здесь будет задействован обычный, стандартный, ну не совсем обычный, потому что мы заказали, специально заказали за границей этот инвертор. Он имеет несколько свои характеристики необычные. То есть это будет гибридный инвертор. И как будет система работать? Допустим, это для частного дома. Мощность там 10-15 кВт. Когда вы приходите домой, включаете там свет, телевизор, компьютер, вам не нужна большую мощность. И вам не надо, чтобы вот этот механизм, вот этот все начинал работать. Поэтому в это время, когда нагрузка маленькая, есть аккумуляторная батарея, это гибридный инвертор, может быть сетевой, не сетевой, может быть это, что используется для зеленого тарифа. Итак, в данном случае, через аккумуляторные батареи, вы имеете, пользуетесь небольшой мощностью. Когда вы уже включаете что-то больше мощности, или правильную машину, другие какие-то мощности, микроволновка, утюг, тогда уже включается наш механизм. А если вы включаете, нужно вам очень большую мощность, тогда может работать механизм, а если еще этой мощности и не хватает, кратко-то временно можно еще из аккумуляторных батарей. Может работать он в таком режиме, поскольку здесь стоит контроллер заряда, если вы постоянно не пользуетесь большой нагрузкой, батареи просаживаются, тогда включается этот механизм, там на некоторое время заряжают батареи, и вы снова от них пользуетесь. Здесь стоит наша простая схемка управления, вот она. То есть тут ничего сложного, может спаять даже любой. У нас в середине в этом контроле, у нас две микросхемы, три пятерки, вот наши датчики. Одна микросхема, когда срабатывает один датчик, мы имеем выход на электродвигатель, и у нас прямой выход, ну инвертинг, не инвертированный. Вторая микросхема специально создана, здесь присутствует, чтобы инвертировать выход. Когда здесь не инвертированный, здесь инвертированный. И тогда генератор у нас не работает. Если это работает, это не работает. И наоборот. И еще есть у нас тут три положения нашего переключателя. Это старт, нормальный режим и стоп. Сейчас я покажу на нашем устройстве. Вот наше устройство. Вот это три положения нашего переключателя. Когда положение старт, у нас работает только электродвигатель. Когда он уже разогнался, набрал достаточные обороты, мы переключаем в режим free energy, в режим уже нормальной работы. И тогда у нас, вот мы подключаем, вот это аккумуляторная батарея, это только для питания нашего. Вот это наши датчики. Это датчики не дешевые, так сказать, но они надежные. Если кто-то будет просто для пробы, можете купить вот такие простые датчики. Вот они. MH Sensor Series. Одна штука стоит один доллар. Тут уже у нас все вместе. И фоторезистор, и фототранзистор. И вот в нашем устройстве есть два больших шкива. К одному из них прикреплена планочка такая, и она проходит между нашими оптическими датчиками. И вот мы включаем. Когда он проходит здесь, вот у нас режим переключается. Здесь также стоит датчик работы. Он показывает, что сейчас работает электродвигатель, и работает электродвигатель. Вот они стоят, этот датчик в одном положении, здесь у нас вот этот большой шкив, и этот датчик приблизительно в противоположном положении. Ну плюс-минус, это нужно уже регулировать, как регулируется зажирание, позднее, ранее в автомобиле. Здесь у нас, когда вот включился, прошло, у нас включился электродвигатель, потом включился, вот в данном случае, уже сейчас включенный генератор, загорелась зеленая лампочка. И оно поочередно включается, выключается. Вот, так только таким способом мы можем вот эту свободную энергию извечь из нашего, так скажем, несбалансированного махевика. Ну, несбалансированное это условно, потому что оно у нас сбалансировано за счет того, что у нас есть два массивных инерционных тела. И они между собой, система сбалансированная. Если будет больше устройства, на большую мощность, можно поставить не два, а равномерно, такой будет квадрат, треугольник, три таких маховика. Ну, четыре можно, но это уже очень большое устройство. Нам главное, чтобы наше массивное инерционное тело заходило за нашу ось вращения. Заходило. Вот мне там говорят, пишут комментарии, что это придумано уж, что и наводят там некоторые патенты, но почему-то никто из них не запустил это устройство в самогенерирующий режим, потому что всех этих патентов вот эта масса, она не заходила за ось вращения, а и оно само себя глушило, так сказать. И вот, когда у нас есть большая мощность, это уже десятки киловатт и мегаватты, тогда мы, нужно, чтобы не использовать нашу вот эту транзитную конденсаторную батарею, потому что это все немалые деньги, и мы делаем два или три таких устройства параллельно подключаем. То есть, вот видите, у нас в одном устройстве масса, если в одном устройстве масса в минимальном расстоянии, то тут максимальном. И оно постоянно работает в таком, в противодействии. Если тут минимальные, тут максимальные. Если тут максимальные, здесь минимальные. И что у нас получается? Если здесь на минимальном расстоянии, здесь у нас идет создание энергии, нагрузка не должна подключаться. И тогда Генератор этот должен быть отключен, а подключен двигатель. Ну и так же самое, вот эти наши датчики, они отключают генератор, подключают вот этот электродвигатель. А этот электродвигатель питается от этого генератора, который в этот полупериод работает и выдает электроэнергию, которая питает этот электродвигатель. Потом, в другой период, наоборот, этот электродвигатель питает этот генератор, Этот генератор питает вот этот электродвигатель, а этот электродвигатель раскручивает нашу вот эту систему. Так, чуть-чуть запутался. В один полупериод у нас работает двигатель, этот генератор отключен. И в это время наш вот этот двигатель отключен, но работает вот этот генератор, который питает вот этот электродвигатель. И оно вот так в таком синеретический такой двойной Double Mechanical Power Amplifier. Это когда у нас два. Но если еще больше установка, можно, конечно, и, скажем, три использовать. Но тут, скажем, 180 градусов можно вот так сделать. Разделить на 120 градусов. И здесь работает наш один генератор, одну систему, здесь второй. Ну, здесь третий. Это чтобы более была стабильная работа. Потому что максимальную энергию мы получаем, когда у нас максимальное плечо. Вот, скажем, приблизительно до этого периода времени. Вот такое. Здесь у нас уже плечо меньше, и у нас будет меньше генерации. И если мы возьмем где-то так с 120 градусов, вот этот промежуток, то есть для больших мощностей вот это будет именно идеальной такой, такая конструкция. Ну, еще можно сказать, что после самозапита будет сделана обновленная конструкция. Там будет отсутствовать ременная передача, будет идти напрямую, связана с валом. Будет стоять тихоходный генератор, хороший электродвигатель. По весу будет оптимальная конструкция. Так что, ну, вы это все увидите. Сейчас главное вам понять, как работает устройство. Я думаю, вы поняли. И приступить как можно быстрее внедрять эту технологию у вас в вашей местности. Это будет непросто. Вы должны быть готовы к этому. Ну, обязательно мы победим. И светлые силы победят темные силы. Только в таком случае, если мы будем вместе. И мы будем распространять это, максимально распространять эту информацию. Так что, следующее видео. Самозапит. Я не побоюсь эту фразу сказать, что это будет первый в мире честный самозапит. Без каких-либо черных коробочек, скрытых устройств, без аккумуляторов. Первый в мире честный БТГ. До встречи. Всего хорошего. Ну что, друзья. Вот так вот продвигается создание БТГ-генератора. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На моем канале вы увидите еще много чего интересного. Подкидывайте обязательно видосики. И увидимся в новых видео. Пока-пока.